Итак, люди увидели летом первый сервисный центр МВД, который в Киеве мы ввели, который пришел на место в РЭО. Это не в составе полиции уже, это не полицейская, это гражданская структура. До конца года в четырех или пятерых, я уже сейчас не могу сказать, как мы успеем, в городо-станом мы откроем такие новые сервисные центры. И это очень важный плюс, когда люди могут комфортно вместо старого МРЭО со всеми вытекающими последствиями работать. Это первая часть, которой мы сейчас уделяем время. Второе. Это миграционная служба. Паспорта электронные, карточки. Мы осенью, я думаю, что в ноябре начнем процедуру выдачи паспортов электронных с электронным ключом, со всеми красивостями. Врослым людям. Дети уже получают до 16-летки, а теперь взрослым людям. То есть не то, что это надо обязательно всем бежать и становиться в очереди, но каждый может начать процесс. Это будет в течение 10 лет проходить, но это важно. Если вы человек интерактивный, если вы очень активный, то вам это очень поможет, этот сервис. Третье. Реформа подширно-спасательной службы. Службы чрезвычайных ситуаций. 17-го числа у нас День спасателя. В сентябре. Мы решили, что 15-го мы как раз доработали эту ситуацию до конца, всю стратегию. Мы объявим о реформе. Это еще один вопрос и отсылка к бюджету страны. Нам надо тоже для себя принимать решение, как мы будем развивать на следующий год эту службу. Мы хотим, по сути, прекратить действия такой институции, как пожарная инспекция. То есть сделать так, чтобы каждый ларечек, который стоит на улице, и каждый магазинчик, который открывается в селе или на городе, перестал хвататься на сердце, когда там появляется... Или нет, не так скажу. Перестал хвататься за карман, когда появляется пожарный инспектор. Мы предложим европейский подход. Оценки рисков пожароопасности, страхования и так дальше. И вторая ситуация. Мы сделаем так, как это делается во всей Европе и в Соединенных Штатах, когда у нас появятся волонтерские, так называемые, волонтерские пожарные бригады. То есть у нас будет профессиональная линия спасателей и пожарников, которая есть прямая государственная вертикаль. И есть дополнительно волонтерские пожарные бригады, которые будут в критические моменты подключаться к ситуациям. Этот механизм, который не очень привычен для нас, прекрасно работает в Германии, в Соединенных Штатах, в Канаде. И думаю, что это одно из мест приложения усилий нашим ветеранам войны, которые приходят с фронта. И дополнительный заработок для них будет. Это волонтерство, но там будут определенные преференции. И целый ряд других вещей. И думаю, что молодежь и люди с опытом в эту службу потянутся.